Добрый день, друзья! Я хочу сегодня поделиться с вами очень важным посланием. Иисус говорит о том, что мы, как Его дети, как Его ученики, призваны нести Святые Евангелие во весь мир. Это наше предназначение. И каждый человек, рожден от Бога, он не рожден от Него лишь для того, чтобы прожить свою земную жизнь, наслаждаясь земными благами. Но самое главное, это рождение от Небесного Отца производит нас желание поделиться этой благой вестью, этой радостной вестью о том, что есть Бог, о том, что Он отдал Своего Сына в этот мир за грехи людей, который умер на кресте и воскрес в сей день. И этой вести, этой новости, этой информации не все знают, не все понимают ее, зачем это нужно. Много людей сегодня верят в Бога, что Он есть, но в то же время живут для дьявола, служат дьяволу, исполняя желание своей плоти, греша и совершая всякие преступления, не понимая того, что так не думает Бог. Бог не создавал человека злым, ненавистным к людям и разрушающим жизнь других людей. Бог создал человека с мягким сердцем, любящим сердцем, справедливым, добрым. И к этому нам нужно всем прийти. Если мы верим в Бога, то нам нужно в этом утвердиться и жить в этом. И я хочу сказать, что если вы чадо Божье, Бог сегодня вам говорит, вам нельзя оставаться на месте и молчать, потому что тот, кто верит по-настоящему, тот будет говорить о том Боге, в Которого он верит. Тот будет говорить о том Боге, который силен изменить жизнь, исцелить жизнь. Тот будет говорить людям о том, что есть выход из любой ситуации, но все только с Господом. И если мы не будем проповедовать Евангелие, никто о нем и не узнает. И в этом есть принцип. Не ангелам Бог заповедовал проповедовать Евангелие, а нам, своим детям. И сегодня я хочу помолиться о вас, чтобы к вам пришло это дерзновение, это осознание важности проповедовать Евангелие, говорить людям о спасении души, об Иисусе Христе. Я хочу помолиться о вашем исцелении и о решении ваших проблем, потому что я знаю, что Бог сегодня здесь, чтобы изменить вашу жизнь, чтобы разрушить дела дьявола и явить свою славу. Поэтому, если вы нуждаетесь в исцелении, положите на себя руку, или если в вашей жизни есть нерешенные проблемы, хочу за вас помолиться, чтобы эти проблемы решились во имя Иисуса. Сверх естественно, да будет явлена слава Божия в вашей жизни. Дорогой Небесный Отец, я молюсь о каждом человеке, кто со мной молится, кто верит. И я прошу тебя, чтобы ты явил свою славу прямо сейчас и исцелил их дух, душу и тело. Чтобы их жизненные обстоятельства просто изменились. Чтобы ты обратил зло в добро, ибо ты силен это сделать, Господь, и ты всегда это совершаешь в жизни своих детей. Я молю тебя сейчас, коснись каждого человека, яви свою благодать и милость. Да придет исцеление, Господь, в тела и души каждого, смотрящего эту программу и молящегося со мной во имя Иисуса Христа. Покрой их прямо сейчас своей благодеющей рукой. Разрушь дела дьявола, Господь. Я верю и знаю, что все возможно с тобой и для тебя. Я молю тебя, Господь, благослови, Господь. Я посылаю слово исцеления. Я связываю всякого духа немощи и болезни во имя Иисуса. Приказываю сатане оставить этих людей прямо сейчас во имя Иисуса. Я прозвращаю жизнь и исцеление во имя Иисуса. Да придет свобода от всякой болезни, от всякой немощи и всякой ситуации. Да разрешится сверхъестественно. Ибо ты Бог немолчащий. Ты Бог видящий страдания своего народа. Ты Бог слышащий с небес и посылающий ангелов во спасение души. Я молю тебя, Боже, благослови, Господь. Я висую благодать и милость каждому человеку. Аминь. Я верю, что во время молитвы Бог исцелил чьи-то кости на ногах. У вас переостит. Я верю, что это долгая, длительная болезнь, хроническая болезнь. Бог исцеляет ваши кости. Прямо сейчас будьте исцелены. Потому что Бог говорит вам сегодня, будь исцелен во имя Иисуса. И также у кого-то проблема с кровью. У вас частое кровоизлияние. Бог исцеляет вас. Ваши сосуды исцеляет Господь, чтобы вам быть здоровыми от этой болезни. Будьте исцелены во имя Иисуса Христа. Также я верю, что у кого-то сильно нарушилась память. Бог исцеляет вашу память. Будьте исцелены. Я посылаю слово исцеления. Ваша память восстанавливается. Сверхъестественно во имя Иисуса. И жизненные обстоятельства. Также я верю, с этого дня начнут меняться. Главное, чтобы вы продолжали верить, что раз сегодня вы поблагодарили Бога за чудо в своей жизни, за вмешательство в ваши обстоятельства, то эти обстоятельства решатся. Слава Божьей. Пусть Бог вас благословит и укрепит вас в вашей вере, в вашем служении Ему во имя Иисуса Христа. Аминь.